Ну что ж, в продолжении этого проекта философского словаря предлагается сегодня поговорить о бытии. Значит, у меня есть две части, чего я хотел сказать. Вот первая часть в целом о сложности философского словаря вообще и этого понятия в частности. А вторая часть, ну, я немножко скажу общепринятых, наверное, общеизвестных вещей по поводу бытия. Исключительно для того, чтобы дальше развернулось какое-то обсуждение. То есть я не собираюсь исчерпывать даже в собственных мечтах эту тему. Только лишь ее начать. Вот. Ну, сначала. Значит, в чем, на мой взгляд, принципиальная проблематичность словаря философского? Вообще, должен сказать, что это может быть сделать как-нибудь отдельное такое обсуждение по поводу таких проектов, как энциклопедические словари. Вообще, энциклопедия. И вот такие словари не в филологическом смысле слова. Потому что исторически они не так давно возникли. Вот. И сейчас находятся в некотором кризисе вообще. Ну, это как-нибудь в другой раз. А в принципе, значит, в чем сложности с философским словарем? Здесь дело вот в чем. Словарь предполагает, может быть, успешно вполне себе написан, в рамках той науки, у которой есть более-менее целостная парадигма. Что такое парадигма? В двух словах я напомню. Это система базовых понятий и концепций, которая принимается всеми участниками этого интеллектуального процесса. Ну, вот у физики есть некоторая своя парадигма. Это не означает, что абсолютно все физики разделяют все теоретические положения. Есть ярые противники теории в струн. Вот. И не готовы ее обсуждать ни под каким соусом. Ну, и так далее. Но есть, тем не менее, базовый набор концепций, понятий, которые являются вполне общими. По причине нашего сегодняшней темы, а именно бытия, вопросов о бытии, понятия бытия, подобного рода штука в философии невозможна. Ну, в двух словах, почему эта невозможность возникает. Дело в том, что всякая конечная наука, в отличие от философии, исходит из базовой предпосылки. Эта предпосылка состоит в том, что предмет моей науки существует. И что означает существует, не обсуждается. Обсуждается сам предмет. Обсуждается, как возникла Вселенная. Обсуждается, каким образом она развивается, какие имеет свойства и так далее. То есть, в рамках физики можно ставить вопрос о массе Вселенной. Не значит, что всегда можно дать ответ. Можно, например, ответить, вот как ты предлагаешь, что просто это некорректный вопрос. Вполне возможно. То есть, в любой конечной науке можно поставить вопрос и по его поводу решить. Вполне, так сказать, ясно, что это корректный вопрос, и тогда надо искать на него ответ. Либо это вопрос некорректный, и тогда он не подлежит ответу. А философия, к сожалению, имеет своим предметом бытие. Это означает, что вот эта базовая предпосылка для любой науки, для философии закрыта. Мы не можем молчаливо предположить, что бытие есть, надо только исследовать его свойства. Вовсе нет. Для нас только он закрыт. Для нас, и я говорю в данном случае о философии в целом, конечно, я отдаю себе отчет, что я тем самым представляю вполне определенное понимание философии, которое могут разделять не все. Но, как есть, раз уж я сегодня выступаю, запевал, это значит, я пою так, как представляю правильно. Итак, если я не знаю, я не могу предположить, что мой предмет просто существует по той уважительной причине, что я не понимаю, что значит существовать, что значит быть. Это означает, в частности, что я должен этот смысл бытия, существование, каким-то образом сначала положить, каким-то образом определить. Не предположить, просто как некоторый факт, а само определение того, что же есть, выступает некоторым предметом и продуктом философии. Это, в частности, означает, что любой философ, который является не школьным философом, то есть не продолжателем какой-то уже существующей традиции, не принадлежит тем самым какой-то школе, полагает смысл бытия и существования по-нушему. Он его полагает так, словно делает это первый раз. Почему? Да потому что он начинает с вопроса о бытии. У него нет ответа на этот вопрос. Его этот вопрос только надо получить. И раз ты его получаешь, то получается так, извините, коломок нечаянный, то оказывается, что ты сделал это как будто в первый раз. Конечно, ты знаешь, что есть история философии, что были философы до тебя. И ты с этой историей должен соотнестись в той или иной форме. Но это вопрос отдельного разговора, какую тут роль играет история философии. Там можно ли сказать, что история философии есть что-то совсем отдельное от философии, как история физики есть что-то вполне отдельное от физики. Это предмет другого обсуждения. Ну, в общем, ты совершаешь полагание бытия, и тем самым ты отличаешься от других философов. Ты можешь с этим отличием дальше как-то работать, как-то соотнестись, объяснить, почему другие отличались от тебя. Но ты от них уже отличаешься. Полагание бытия, это как-то звучит экстравагантно. То есть это не бытия, а полагание смысл. Да, я, ну, в некотором, да, конечно, конечно. То есть я бы предложил сформулировать так вот, совсем кратко, следующее, что философия начинается с вопроса о бытии. Что значит быть? И когда мы даем ответ на этот вопрос, мы как бы определяем, какой смысл мы вкладываем в слово «бытие». Вот это вот определение смысла, которое мы вкладываем, совсем коротко я называю полагание бытия. Оно может быть плохим. Это не как бытия, а как бытия, как понятия. Да, бытия как понятия. Совершенно верно. Вот, отсюда неприятное следствие для всего проекта философского словаря. Что здесь описать некоторое усредненное определение бытия, которое было бы более-менее приемлемым для всех философов на всем протяжении истории философии, на мой взгляд, невозможно. Вот, поэтому, ну, что здесь делать? Вот, здесь остается делать только некоторый исторический очерк, да, как обстояло дело с бытием. Так, а в чем разница, например, тепло? У него разные ученые полагали разные смыслы. Одни предавали, что есть некая жидкость, тепло, а другие говорят, что это колебание маленького с какой-то скоростью. Вот, да, это все разные понятия, и с обоими оптимировали достаточно успешно в различные периоды развития науки. Но, тем не менее, все же говорят, никто не отрицает, что речь идет о тепле. Так и здесь, различные смыслы понятия бытия не имеют бытия как таковое. Ну да, но по поводу тепла есть следующее обстоятельство. Мы можем определять, обсуждать, что есть тепло, но мы не подвергаем сомнению, что тепло есть. Есть разница между тем что и тем есть ли. По поводу предмета философии этой разницы нет. У бытия нет никакого что. Ну, нюанс некоторые есть, потому что все-таки вот та же физика, ну, на мой взгляд, да, двигалась именно по пути, ну, как бы, вынесения неких бытийных суждений. То есть, скажем, переход от... Я извиняюсь, это как бы небольшая вставка, чтобы было понятно. Переход от электростатики к электродинамике. Вот наиболее характерный пример для меня. Как там происходило? Вот была электростатика, было кулоновское взаимодействие, каких-то вот как бы удаленных дел. Вот. Дальше для удобства ввели понятие потенциала, векторного потенциала. Дальше кто-то подумал, а давайте посчитаем энергию вот этого, как бы, потенциала. Вот. Стали считать эту энергию, выяснилось, что она получается интегрированным по всему пространству. Вот. Даже там, где зарядов нет. Отсюда стали думать, так, подождите, мы как бы интегрируем пустоту. Может быть, все-таки этот потенциал, да, не просто наше математическое, как бы, конструкт, да, который мы придумали для удобства описания, а может быть, действительно есть, и назвали это полем, вот, то есть сказали, что есть не просто дальнодействие, а есть поле. Вот. Когда сказали, что есть поле, и вспомнили еще про магнитное поле, то возникли уже предположения об электромагнитных полонах, и возникла электродинамика. То есть сделать некое утверждение онтологическое, что есть не такие-то частицы там, и такое-то взаимодействие, а есть электромагнитное поле. И в этом смысле утверждение о бытии, да, о том, что есть, вот, а чего нет на самом деле, оно происходит. То есть, вот, скажем, когда говорят, что есть наклоны, из которых состоят атомы, в каком-то смысле это утверждение можно понимать так, что атомов, как их понимали до этого, нет, да, то есть это как бы фикция, это некий конструкт, состоящий из каких-то других реальных, опять же, на данный момент, на вещей. Ну да, ну да, но все равно, по поводу всех этих замечательных физических нюансов, есть, в каждый момент есть разница между тем, что мы понимаем, и есть ли оно. Я бы не так поставил вопрос. Ведь тут все время точно так же задается вопросом, есть ли это, есть ли то, но никогда не задается вопросом, что значит есть. Вот это важно. Совершенно верно. То есть, никто не задается вопросом, вот, тепло это теплород, или это, как бы там, не знаю, какая-то там функция, но никто не задается вопросом, а что значит, что это есть то-то. Нет, ну тут на самом деле же проще. Мне кажется, мы не различаемся. Ну, в этом смысле, да. Ну, просто бытие, если бы бытие можно было поставить в один ряд, там, с цилиндарной частицей, с тепловозом, там, с другой какой-то, что ли, ну, бытие нельзя поставить, да. Его нельзя, потому что мы говорим как раз не о бытие, не о существовании бытия, да, или не существовании, а мы говорим о самом существовании. Да, хотя такие попытки предпринимают. Например, Фома Аклинский, он думал, что бытие предмет и сам предмет различаются как два самостоятельных предмета или вещи. Вот такая была попытка. Была сделана попытка поставить бытие, то есть существование вещи, в один ряд с козой и отцом, о чем я там был подлоком. Ну, это странная попытка, на самом деле, если она была. Да. Возможно, это истолкование какое-то не очень точное. А я вот хотел заметить по поводу бытия, что если бы мы не знали, что такое бытие, то бесполезно было бы бытием, бесполезно было бы его обсуждать. Да, мы вот, как бы, получается, или ставить так вопрос, что мы не знаем, что это такое, а что тогда мы обсуждаем. Мне это задается, что мы как раз его очень хорошо знаем. Но одно дело его знать, а другое дело его эксплицировать в каких-то понятиях, и другое дело его как-то теоретически вывести, или там, обосновать, или показать, что это такое, или указать. Да, мы его знаем. Мы его знаем. Дело не в том, что даже мы не знаем, как чтойность, а дело в том, что всякий раз, когда мы пытаемся его эксплицировать в виде понятий, мы превращаем его в чтойность. Среди других чтойностей и других понятий. Это важно. Если мы всегда знание понимаем как знание чтойности, то что мы знаем в случае бытия? Что мы знаем? Мы не знаем некое «что». Что это за знание-то такое? И можно ли назвать его знанием по-прежнему? Потому что всякое знание, с которым мы работаем, это знание о чтойности. Нет никакого другого знания. Нет, нет. Есть два этих знания. Попробую я свои пять копеек внести. Вот я сколько ни пытался ввести это понятие, хоть какие-то свои размышления и построения, не испытывал никакой необходимости. То есть нет той чтойности, которую нужно куда-то вставить и об этом говорить. То есть это нечто подразумевается. И вот если продолжать мысль Булата, так дальше чуть-чуть, что мы это понимаем, что это такое, но мы говорим об этом не прямо, а в нашем говорении. То есть строя теорию, строя свои построения, мы как бы отражаем в этом. Мы не говорим об этом, а им же и говорим. Оно существует так же, как оно существует, не существует. Так же, как мы его понимаем интегрально, скажем так, антологически, ну в кавычках антологически, ну или даже просто антологически, так же оно присутствует и в теоретических построениях, и в мышлении. Это одно и то же бытие присутствует там и там. И там и там он не есть счойность. Мысля, мы постоянно мыслим только бытие. Но мыслим не в каких-то категориях, а в категориях других, через которых оно проявляется. То, что точно так же, как оно проявляется через существование вещей. Поэтому обсуждать и давать определение, этому нельзя. Это то, чего как бы между вещами. То, что общее. Между вещами пространства, на самом деле. Нет, то, что общее. Я не говорю, что между ними, да вот конкретно. Я говорю, в их отношении. У меня нет бытия, но между нами бытие. Да все. Не, ну на самом деле, если вспомнишь в Альмениле, так в итоге, в Альмениле, когда говорите, что бытие есть шар. Это что, значит, он превращает бытие в чтойность? Некое сущее? Нет, вот это тут, да. Это интересный момент, с которого, собственно говоря, можно начать некоторый историко-философский. Совсем короткий экскурс. Значит, смотрите, там в силу фактических обстоятельств мы не очень в точности знаем концепции философов до Платона. Ну, просто тексты все поисчезали. Вот, поэтому тут мы можем только гадать и опираться на отрывки. Ну, вот от Парменида, слава Богу, остался довольно большой отрывок, из которого видно следующее. Что он полагает, что бытие, действительно описывает его в следующих словах, что это некоторый световидный шар. Равно, так сказать, все его, он весь там равно, удален от самого себя, что-то в таком духе там, к сожалению, не могу процитировать. В общем, это шар светящийся, действительно. Вопрос, как это понимать? Вот, если он полагал, что действительно только светящиеся шарики существуют, то это получается какая-то ерунда, что столы и стулья не существуют, а светящиеся шарики существуют. Непонятно на каком основании и, собственно, непонятно, какой смысл этого утверждения. Нет, почему шариков-то много? Один шар. Ну, хорошо, один светящийся шарик существует, а все прочее не является таковым и не является бытием. Не очень понятно, зачем, к чему вообще это рассуждение. Поэтому я бы тут стал на точку зрения, на интерпретацию, которую дает Аристотель, которая разъясняет позицию Пальменида следующим образом. Пальменид хочет сказать простую вещь, что существует то, что имеет форму, то, что имеет определенность. И вот эта вот простейшая форма, форма как таковая, наиболее простая, неразложимая на что-то другое, да? Это есть шар, говорит он. Ну, он просто в качестве примера берется идеальная геометрическая фигура. Вот и все. Только поэтому. Но учета Вселенная и космос этого Аристотель, точно такой же шар? Ну, это другой совсем шар. Это шар, поэтому это речь. Поэтому, когда мы начали говорить о статье, чисто феологической, о бытии, то надо всегда различать два смысла бытия, которые есть в русском языке. Первое бытие – это существование. Существование – вещи. Да. И второе бытие – это мир. Ну, совокупность сущего. Совокупность сущего, да. То есть Вселенная. И надо постараться показать, почему они находятся в отношении противоположности два этих смыслов, и в чем они исходные. Вот так я полагаю. Нет, пока не забыли. Давай-ка все-таки, извиняюсь, еще гипотезу выскажу. Да. По поводу шара, да? Мы вернемся потом обязательно к существованию и бытия. То есть можно подойти и с более ранних традиций, и сходить в трактовку. Это, скажем, веданта и буддизм. То есть когда мы принимаем, что все сущее майя, все, что нам дано не истинно, а является лишь видимостью, обманом, а истинное бытие находится где-то за этими вещами, за сущим, за майя, и это некий брахман. Вот. И если действительно у Промиды была какая-то практика в этом направлении, то очищая свое сознание от мысли, очищая свое сознание от неистинных вещей, мы оказываемся действительно в светящемся шаре, в котором есть истинное бытие всего, что мы из него и своего сознания убрали. Вы сейчас бытие в каком смысле употребляете? В смысле совокупности сущего или в смысле того? Нет, не совокупности. То, что стоит за ним, в чем оно как бы... То есть в восточной традиции, то есть это то, ну, брахман – это вот чистая бытие, то есть в котором все расстроено, все есть, а майя – это некая видимость его, да? Вот когда ты очистишься от этой майи, ты войдешь в нирвану... Нет, все равно непонятно. Ну вот, допустим, занавеска висит, да? Вот это... А, стоп, стоп, стоп. Теперь мы плавненько переходим вот к этому разговору. То есть есть развлечение в существовании и в бытии – это вот это развлечение. То есть вещи существуют как майя – это небытие вещей, это иллюзия. Нет, ну, шучу ты, вещи – это небытие вещей, это понятно. Вещи... Это существование. А есть ее существование. Нет, это существование. Существующая вещь, существование вещей есть майя. Это обман, это иллюзия. Сама вещь, не то, что я... Хорошо, способ существования вещей – это иллюзия. Это иллюзия. Это иллюзия. Способ существования вещей – это иллюзия. Это веданта, адвайта веданта и некоторое направление буддизма. — Мне тут, кажется, важны два обстоятельства. Во-первых, похоже, что эта практика мышления чем-то сродни религиозным практикам, которые обнаруживаются на Востоке, что, очевидно, должно объяснять сходство тех путей описания результата, к которому ты приходишь. Потому что, вот если попытки... Ну, представим, человек по имени Парменин сидит и пытается понять, что же все-таки есть. Совершает какие-то сложные для этого ментальные усилия. В результате этих длинных сложных усилий он впадает в некоторое состояние, где видит, в кавычках, некий светящийся шаг. Человек, занимающийся восточными религиозными практиками, в результате своей практики впадает тоже в некоторое состояние видения и видит то, что описывает ровно тем же самым. Погаши шага. А? Погаши шага. Погаши. Свет всегда присутствует, а метафора шара здесь... Метафора света, на самом деле, это метафора сознания. То есть всегда, когда говорится... Нет, естественно, в сознании. Это всегда отсылка к сознанию. В некотором роде, конечно. Но я просто хочу сказать, что, видимо, реальный высокого напряжения интеллектуальный опыт каким-то странным образом совпадает с реальным совершенно религиозным опытом. Ну, наиболее ярко это еще и плотина. То есть мы можем вернуться. Да, да. То есть, конечно, есть совершенно вульгарные теории, которые гласят, что ну просто вот Парменидт там сбегал в Индию, вот, все списал у индусов, сам ничего не понимает, что списывает, вот. Или Платин тоже там сбегал, вот, списал и все такое прочее. А еще есть вероятность, что вообще философия в Индию пришла в обозе Александра Македонского, да? Ну вот, да, непонятно, кто кого инфицировал вообще. Инфицированность и прочая философия преувеличена. Теперь мы плавно, значит, от этого перетекаем к тому, что Игорь говорит. Да ничуть не плавно. С Игоря, с Игоряского замечания, как бы, я бы начинал. Нет, естественно, начинал. Невозможно, невозможно, как бы, от этого перейти к этому, понимаете? Потому что, потому что это замечание пересчеркивает все этот разговор. В каком смысле шар, понимаете? Какая разница, аквагуман, там, шар или что еще? Нет, про шар здесь речь идет. Ну, а надо говорить про форму, понимаете, про арестовательскую. Почему? Если как бы шар это всего лишь форма, вот, то это, то тогда мы что-то различаем. Нет, я сформулирую от вот этого обсуждения, чем можем прийти. К развлечению существования и бытия. Как мы можем прийти от этого шара к этому развлечению? Потому что существуют речи, есть существования. Зачем различать существование и бытие? Для меня это синонимы. Да, а для многих нет. Для кого это? Для тех, кто не синоним. Пожалуйста, зачитывай цитату. Сильно позже, да. Да, зачитывай цитату. Для обозначения такого бытия, которое посредимо, мы сохраним выражение существования. Это не так ярко, явно у него было в технологии духа, там он еще немножко путался и искал, а в науке и логике четкое понимание. Бытие – это не бытие вещей, а чистое, непосредственное, а только когда становление опосредовано, оно приобретает характеристие понятия существования. Существование – это личное бытие. Он четко различал. Но бытие – это при этом. Бытие может быть наличное, может быть как-то еще. Он различал существование. Напосредованное, насколько я понял. Напосредованное, напосредованное. То есть наличное все-таки? Нет, это и есть наличное. Ну это есть наличное, а наличное – это и есть посредованное. Ну так, цитата прямо вот из… Прямо из науки логики. Я понимаю, из какого места? Место – это сейчас скажу, попробую. Это в проеме наличного, где-то в начале. То есть когда… Главное, что там ведь есть, что ли? Ну давайте как бы замещение Игоря. Это действительно, Игорь Данилов, оно действительно как бы важное. Почему вообще у нас раздваивалось термин «бытие» на «мир как целое» и существование? Почему вообще это раздвоение не есть? Видимо, изначально оно, на самом деле, где-то там, допустим, в античности не различалось. То есть сказать, что «мир как целое», сказать, что «бытие» – в идее смысле существования было одно и то же. Потому что обычно, на самом деле, так устроено, как показывает историю философии, что сначала делают какие-то заявления, потом внутри этих заявлений находят некого рода новые различия, которые уточняют теле. Фармейник говорил о «бытие» двусмысленном, да, он имел в виду и мир как целое, и имел в виду существование как таковое. А постепенно, как бы, внутри вот этого «бытия» вот различили, так бы, еще дополнительный смысл. Отдельно мир как целое, отдельно существование как таковое. А Фармейник имел именно их смешивого между собой? А у него не смешано, да. Откуда это? Вот я предполагал здесь поиграть с этим различием таким образом. Смотрите, насколько можно, насколько я понимаю, интерпретацию Парменида, скажем, Аристотелем, то для Парменида смысл бытия как целокупности всех вещей отсутствовал. Для него бытие есть просто бытие. Мы же читаем, как образуется шар. Суще сплаченец и суще, да? Почему? Ну, как мы читаем просто трактат у него. Суще сплачивается с сущим. Да, как бы, и между ними нет никакого промежутка. Почему? Потому что небытия нет. Потому что есть только сущее. А все же, ты нас постоянно учишь. И поэтому сущие... Ничто нет, надо его поймать. Ничто нет, да. Ничто нет. Сущие есть, а не сущего нет. Сущие сплачивается с сущим. И образуется тот сам шар. Ну, так это же не в том смысле, что... Так это шар сущий. Нет, нет, это имеется... Булат, ты что хочешь сказать, что столы слипаются со стульями? Нет. И со всем остальным. И получается бытие. Именно так он хочет сказать. Именно, только двуголовые люди считают, что есть столы и стулья. Вот двуголовые люди думают, что есть столы и стулья. Ну, тогда прямой Брахман и Майя. Значит, смотрите... А смысл стоит в том, что у него этот шар бытия, он одновременно и мир как целый, который сплочен из всех сущих, и одновременно и существование как таковое. А как он существование как таковое? Это не может быть одновременно. Я могу вам объяснить, как существование как таковое. Дело в том, что тезис тождества бытия и мышления, на самом деле, его понимают немного странно. Там, в тождество бытия и мышления, это гигелевская интерпретация этого тезиса Парменида, которая не выдерживает, честно говоря, критики. Я просто тогда поэтому объясню, что он имеет в виду Парменид, это с моей точки зрения. Зачем ему это тождество нужно? Дело в том, что вот этот вот сплоченный шар мы никак не можем увидеть. Мы его можем только помыслить. И теперь надо доказать, на самом деле, что то, что мы помыслили, мы помыслили, есть. И это может доказать только следующее, что мыслить можно только то, что есть. То есть, вот этот ход, что мыслить можно только то, что есть, есть доказательство, что вот этот шар, внутри которого мы находимся, и который мы никак не можем увидеть, и пощупать, понюхать никак, что он только мыслимый шар, но он есть. и он заказывается через то листво через то что мыслить может было то что если шар есть это нам ничего не говорит о том что значит есть что значит быть если шар это совокупность сущего и мы доказали так как то там что он есть это не значит что мы что-то поняли о том что такое бытие в смысле существования есть в этом есть как раз в том-то и дело что понимаете существовать определить что такое существование, сказал, что существовать значит, допустим, существовать в квартире, это не определить ничего. Когда я так объясняю вопрос, дело в том, что здесь сразу же возникает два смысла. Мир как целое и, собственно, существование как таковое. Да не возникает существование как таковое. Еще раз говорю, что она, в принципе, главный тезис, что существующее есть и ничто нет. Главное тезис. Что бы сказала на этот момент постового? Она сказала, что для деревьев и греков бытие, как глагольное, существительное слово быть не существовало. Поэтому смысл от него Богов essas.. Греков бытие был длинфинитив. Нет, глагольное существительное. Смысл, который мы им предаем. Мы предаем сейчас слово бытие, то есть существование слову быть, смысла глагольного существительного. То есть некое существование. Для греков было только возможно один смысл вот этого бытие, как свободный сущего, как помениток в большой шар. И не было бы вот этого смысла бытие как просто чистое существование потому что существование как таковое невозможно голодный за мотивируются они в легкую особенно в греческом чего вы будете конечно рассказывать книг это вообще делается и элементарно там просто перед инфинитивом ставится артикль и это субстантивированная получается я только хотел сказать что поддержать что здесь аргумент от филологии не работает то есть и смысл замечания был в том что в греческом нельзя субстантивировать глагол в тексте променида он субстантивирован или нет является ли там это слово субстантивация глагола на самом деле в тексте променида ищет везде осущим да осущим вот об этом кажется что если смысл которого знает смысле бытия как совокупность и сущего кармин да именно такого смысла нет другой смысл есть помин да и он как раз как раз когда только в том числе бытия и вышление присутствует но это странно но еще раз он присутствует неразличенно сам времени еще не отличает существование как таковое и веков для него это одно и то же как это можно подожди я объяснить тебе просто вот как идиота как не то что как можно различить это можно как можно отождествить как их можно не суметь я могу рассказать объяснить я как это можно спутать сейчас я расскажу просто это очень древнее представление что нет ничего бесконечно вот на секунду сейчас говорили бы о пути был не сказали что пути и шахта это нечто бесконечное для древних на это и для это провиниты для исток или все конечно поэтому когда мы это быть и она должно быть конечно тоже бесконечный там сурд что что это объяснять это просто объясняет почему у него это бытие является сущим как как-то как целое сущие к целой это шар ну ничего кроме этого шара нет про сущее как цена все понятно как может случиться сущая как целое и то как оно существует еще раз его как бы его слушай меня ничего кроме шара нет ну и это и есть бытие вот это как раз на мой взгляд дурной ход смотрите изначальным же выступает для того чтобы поставить вопрос о бытии ты должен различить что и есть а вот после того пусть так ты это различил говорить что полная совокупность всех что какие только есть на белом свете и дает тебе есть это невозможно сейчас я поясню об этом я всегда хочу понаблюдаю что применить хотя он вроде все просто пишет очень сложный философ для всех я не говорю что мешок есть какой-то куда он все складывает весь мир туда собрал и потряс и сказал что вот он есть быть и он ведь говорит у него вот это и что и двухголовцы которые различают сущие от сущего то что на самом деле то различие которые мы видим ощущение в ощущениях этого различие на самом деле нет она мнима поэтому на самом деле но это можно толковать совершенно по разному понимаешь что ты уже сказал пять раз это можно понимать по разному ты пойми эту простое обстоятельства шар бытия который является сущим он не является тем самым сущим как отдельные конкретно сущие которые различают своих ощущениях совершенно верно правильно и поэтому и он не является что листью как кто не является он он не дрожит не может переместиться потому что перемещаясь он должен был переместиться в небытие его нет и тогда ну да да так а никто не утверждал что бытие совершенно верно но бытие не есть что и нас и никто этого не собирался утверждать ты против кого сейчас возражаешь да шар это не что это кто утверждал противоположное поэтому когда сущие склачиваются сущие он образует шар бытия а не шар что есть да почему да нет так и попробуй это понять ты попробуй это понять и нет что что он как и странно правильно привожу пример надеюсь что очень понятное не одно из сущих вот метагалактика вселенная даже метагалактика в терминах физики даже она существует по сути она для нас не существует что у нее нет ни положения не места в пространстве никаких характеристик в отличие от всех сущих но мы понимаем что она есть суще к сущему все вот все а теперь еще один маленький ход делаем вспоминаем принцип маха то есть вот каждая внутри этой вот метагалактики приобретает свое существование в данном случае гравитационное скажем существование благодаря всему сущему в объединенному все все метагалактики которая дает гравитационную массу инерционную массу каждому сущему то есть вот такой пример целое не существует целое не есть что иность но она образована множеством что иности но каждая что и нас существует в этом целом и благодаря этому целом принцип маха я не говорю что это нужно понимать променит мыслить вот таким образом можно и этому на уровне физики не только философии вы понимаете но том то и дело что здесь вот это вот объемлющее метагалактика или что-то передает вот этим вот объектом который внутри нее чтобы быть и все таки они формы и не существование несущие это быть и это то что вообще дает возможность хоть как-то существовать без инновационной массы это никак не может можно как бы я замечу я же говорил в начале да что надо было как-то предъявить бытие так чтобы оно с одной стороны не стало неким сущим да вот этим конечно а с другой стороны как бы да вот выявляло тот самый смысл существование который мы хотим ему предать так вот первый способ каким мы предали это вот этот шар который не является сущим потому что он объявлющий это это да 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 с другой стороны все таки нечто что вот как бы можно мыслить достаточно просто шар он откуда появился нет потому что нет центра нет центра все 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 а что тут мыслить понимаете это как бы сразу сразу потеря ну не объекта как сказать ну вот мы хотели заниматься бытием и мы тут же потеряли получать все правильно так и должно быть не так и должно быть потому что мы его там не найдем сколько ты будешь пытались найти конкретная вещь бытие мы его там не найдем это правда первый способ предъявить бытие он первый он худший понимаешь по той простой причине по той простой причине что по себе если какие действительно они знали вот это бытие смысле существовать ну вот вот видимо так это вот они вот они я не согласен я считаю что они путали как бы смешивали в одно а потом аристотель помните про существу нет но и мысль такая вот смотри вот игорь сказал игорь сказал бы я перефразирую то что он сказал если ты различил это ты не сможешь это смешать понимаешь если ты когда ставишь вопрос о бытии если ты ставишь вопрос о бытии в смысле как бы существования как существует вот что-то вот то ты после этого уже никогда не сможешь смешать сущие бытии есть на самом деле сущности тоже на самом деле форма образования глагола быть существо сущность да там как бы все это там сущие это все форма образовать существовала языки каком языке греческой и в языке наши не путем и греческом это не так не так это лога и на и это совершенно верно а сущность а сущность эту слугу все это причастие от бога и на ней как он это ус а он ус а это женский рот причастия причастия начали греческие звучал немножко поэтому все происходит от слова которое означает имущество просто-напросто нет он это просто стандарт он ус он это как причастие три формы это мужской рот женский рот и среднего имущество которое ты говоришь само произошло глагола вот я хочу словать вейсмана есть ведь где-то здесь ну как вот ты приводишь пример как филологический который на мой взгляд филологически некорректен то что существует то что в языке существуют созвучные или вообще даже одинаково звучащие слова но этимологически абсолютно разные это азбука филологии то что они там где-то звучали не смотри я всегда боялся а ты не приводи филологические примеры приводил не так категорично скажи что есть мнение как то же самое существовать сущие сущность существо от глагола существовать вот вам начало я думаю что в немецком потому что каждый раз как гвозди вколачиваете мою речь чтобы я не успеваю довести мысль я думаю что есть интуиция языка независимо греческий немецкий какой-либо еще это интуиция добивается в любом языке определенного рода расположение слов и смысла естественно интуиция языка вот что такое случай это что существует понимаешь вот и все поэтому он и называется существующей е а существует потом она от существования прекрасно себя отличается понимаешь еще мысль на состоял то что на самом деле в начале и не различали такие вещи образом для глагола сущиснуть существовать различного рода форм образова не могли понять как это они понимали что это надо выделить его Вот оно выделялось постепенно. Точно так же, в начале бытия, как весь мир в целом, и существование как таковое не были различены, а были как бы чем-то одни. Потом увидели это различение, и началась как бы новая эрофилософия. Ну, кстати, вот в этом пункте я была там, соглашусь, потому что я отчасти почерк свой задумывал именно в этом духе. Потому что я почему хотел начать с Пальменида, что, насколько я понимаю, у Пальменида, давайте чуть более поверхностно посмотрим на всю эту картину, да, сейчас не погружаясь в детали. И, по-моему, более поверхностный взгляд дает нам следующую ситуацию, что у Пальменида мы обнаруживаем некоторое понимание бытия как чего-то простого и одного. Вот быть, это значит бытие. А любое сущее, как мы бы сейчас сказали, да, поскольку оно не совпадает с бытием, да, его не следует именовать существующим. А оно получает статус вот некоторых бредней, майя, как сказали бы в Индии, или что вот по поводу того, что есть некоторые сущие, которые вот какие-то отдельные, это вот некоторые бредни двухголовых людей, как бы то ни было. Все это возникает почему? Из-за того, что понятие бытия, оно одно, простое, и поэтому его невозможно связать каким-то определенным образом с никаким конечным предметом. И поэтому все конечные предметы приобретают статус бреда или призрака. А дальнейшее развитие философии показывает как раз, идет по пути развлечения в бытии форм бытия. Происходит, вот потом станет возможным отличить бытие от существования. Говорить, что бытие бывает в форме в себе, бывает в форме для себя. Может быть существование возможности, может быть существование в действительности, приводить в какие-то более близкие исторические примеры. Можно различать бытие камня, бытие животного. Совершенно верно, совершенно верно. То есть дальше будет происходить движение философии именно в этом направлении. То есть вот это изначально простое понятие бытия, будет в себе производиться его дифференциация. Будет обнаружено бытие все-таки, в каком-то смысле, бытие конечного предмета, бытие чисел, бытие животного, бытие человека. Это разные формы бытия. Можно ли сказать, что это не бытие? Нет, это формы бытия. Хотя было еще параллельно другое движение. Расклоение бытия, понятие бытия и существования. То есть в субстанцию, в монады, в ум и душу плотина, и в материя, акциденция, форма, вещи. То есть это и у плотина есть несколько. Он иногда путает, но где-то пытается провести, что вот ум, ум, да, это бытие ума, да, а материя, это существование. Вот это некая... Слово субстанция, это на самом деле латинизированное слово... Нет, это неважно. Но мы же понимаем разницу между, что вот есть бытие как субстанция, как субстанция... Так, бытие как субстанция, это бытие как бытие. Да, бытие как бытие, да. А есть существование вещей, как бытие... Да, наличное, наличное, как Гегель бы сказал. Вот, поэтому... Вот. Хотя, да, мышление объединяет собой бытие субстанции. Живая субстанция дали есть бытие. Это у нас Гегель, да, это фенология духа. Я бы, кстати, плотина бы не приводил в разговоре бытия по вниманию и не принимал бы. Потому что у него вначале стоит одно. Какая-то живая субстанция, вы видели, это и есть бытие? Да, да. И это одно не является бытием. Это одно не является бытием, потому что было бы тогда два. Ум бытия у него. Правильно. И поэтому плотина... Это второе у него. Естественно... Поэтому плотина стоит отдельно. Это какой-то... Единая... Нет, почему? Нет, ну ладно. Перед каждым философом стоит проблема бытия и существования. И объединяет он их, и разделяет. В любом случае использует оба-два термина, насколько можно верить русским переводам. И в зависимости от того, идет ли он снизу от субстанции, там от материи, идет ли он сверху через эманацию единого материи, это не имеет значения. Он все равно как-то что-то... У него ум бытие, душа бытие, а материи там у него то так, то сяк, говорит. Вот. А Егель однозначно разделяет бытие и существование. Дело в том, что просто... И вот именно развлечение, тоже действительно, в течение в истории философии, была попытка разделить монады. Это некое бытие, недоступное нам, объективное, которое дает существование тому, что... Внутри этого бытия вопрос же поставится точно так же. Там, внутри этого бытия, есть то, что есть, а есть его существование. Понимаете, то, что нам, это дает существование. Оно есть, вот то, что есть, это есть чистое, есть, там ничего, как таковое есть. Это ради серьезных философов брать, потому что Ледниц придумал монадологию, как развивать. Ну, ты считаешь, не серьезный. Хорошо, закрыли. Давайте возьмем Канта. То есть, в принципе, он эту проблему как... Нет, давайте серьезно. Давайте серьезно. Давайте серьезно. То есть, как можно понимать? Можно понимать, что явление, феномен, это существование. И при том, существование конкретно для субъекта только. Не самостоятельно. А вещь в себе, это чистое бытие, о котором мы ничего не можем сказать. Нет, мы-то не можем сказать. Но, как бы, мы все равно понимаем, что оно различается по тому, о чем мы ничего не можем сказать. Нет. То есть, мы ничего не можем сказать о его штойности. Но мы при этом полагаем, как бы, если мы говорим о том, что вещь в себе есть, да? Мы не можем этого сказать. Но если мы так говорим, мы говорим именно о ее существовании. Мы о ней... Мы полагаем только о ее существовании. Ну, как о существовании. А, стоп. Я, я вот для себя. То есть, я не другим. Различаю понятие есть и существует. Вот, как я даже цитату помню, это словно, фактически, что существование – это включенность сущего структуры робота. Да. Вот это существование. Ну, ради бога, как бы. А, можно сказать так, что вещь в себе есть, а явление существует. Ну, нельзя же по нее сказать, потому что она не может включаться. Нет, ну, ради бога, она не может включаться. Значит, она существует. А она не только скажет, что она существует. Она не существует, а точно. Ну, в общем, смотрите, я только что хочу сказать, что, похоже, это, вот, говорить о внутренней дифференциации понятия бытия на форму бытия – это единственный способ, вот, писать вот эту статью в словаре под названием «Бытие». Мне кажется. Потому что, ну, иначе, как ты просто выступишь, что-то должно быть какой-то связующий принцип описания того, что было в философии. Это, на мой взгляд, это единственный такой внешний принцип, который здесь годится для некоторого, вот, изложения. Вот. И да, тут можно говорить о том, что, вот, есть такие странные философы, у которых, там, принципом оказывается нечто, вот, как у плотина, да, единое, которое, вообще-то говоря, не бытие, тем более не существование, а то, что является источником бытия и всего дальнейшего, последующего. Как раз у Леницы принцем является многое, да, ну, как бы, он развлекалка, парень. Представайте, положим, что есть многое, и как бы это могло бы лучше. Вот. Ну, тем не менее, как бы, вот это просто единственный способ, как бы, в принципе, предложить никто. Вопрос не снимет это, потому что, мы говорим, есть разные формы бытия, вот такая форма, вот такая. Но при этом они являются и та, и другая, и третья формы бытия. А что это значит? И вот мы, когда ставим этот вопрос, мы не ставим вопрос о бытии, а бытии как такового. Вот. И только этот вопрос интересен, потому что, как бы, говорить о том, чем отличается бытие, там, жучка от бытия человека, это, конечно, очень интересно, да, вот, но это, это все равно вторичный вопрос. Первый вопрос, а что такое бытие и жучка, и червячка, и, там, и вещи, и наличные, и, вот это, и шара светящегося, что это такое? Антон, если следовать Хаде Гурназан, то ведь он различает бытие человека, как экзистенция, от бытия вещей, то есть, отрочных. Это означает, что он в самом предисловии своем говорит. Я начинаю с вот этой всякой фигни, но вообще мечтаю прийти, как бы, к понятию бытия как бытового. Она мечтает, но если, как бы, следовать его интуиции, то получается, что бытие – это не одно, что бытие… И различается оно не по форме, а, как вот мы, как вы много раз разговаривали, по регионам различается, есть разные регионы бытия, как бытие-один, бытие-два, иначе говоря. Я хочу продолжить свою мысль, которую я сначала сказал. Вот поэтому это бытие, это, это бытие-это. Кстати, то, что бытие мышления – это платин. Я стартил здесь, прямо у него. Значит, можно мыслить вот так, можно мыслить это, можно мыслить со стороны Хайдегера, Гегеля, Платона, Декарта, Аристотеля, все. И это все способы мышления бытия. И если мы их всех рассмотрим, мы получим вот то представление. То есть мы не можем в принципе дать ни одно фиксированное, локальное, сингулярное определение. Потому что это будет все равно частное. То есть если мы хотим дать определение или понять общее, что такое бытие, то его не нужно определять. Нужно помыслить все, вот вся совокупность мышления о бытии, это и есть понимание бытия. Давайте перейдемся к изначальному возражению Булата, правильного совершенно. Что все-таки есть некий, но это в данном случае проблема только в том, что это не объект. Но тем не менее, есть некая интенция, которая может быть направлена, когда мы говорим о бытии. Если она направлена на совокупность сущего, то это одна интенция. Если она направлена на существование или на бытие этой совокупности сущего или отдельного сущего. Это другая интенция. Проблема в том, что можно в одном определении, в одной словарной статье смешать много разных интенций. Но в чем тогда... Нет, неправильно. Я не говорю о том, что нужно смешивать и делать солянку. А я говорю, что вообще невозможно дать определение, вообще невозможно написать статью. А вот как бы держа в голове вот это все, ты можешь себе это представить. Ну какой смысл перечислять статьи, которые держали в голове, разные? Да не нужно перечислять, нужно держать у себя это в голове. Так зачем под одним понятием держать две... И молчать при этом. Вот он-то и держит. Женя сюда хочет ставить. Нет. Да, по-моему, Аклинский это давно сделал. Он утверждал, что бытии, существование равно сущности. Ну или проще говоря, эссенция – это дождевственная резистенция. Понятны и все эти, так сказать, спекуляции сколастические. У них был Бог как бы, и они не могли, чтобы рядом с Богом было еще существование. Потому что он бы тогда существовал за счет него. Им нужно было, чтобы Бог как бы включал в себя существование. Но это их проблемы, это не наши проблемы. Учего определения нету. Дело не то, чтобы было лучшее определение. Это определение нужно правильно. Это как-то же действительно между собой. Это надо вначале различить. Нет, ну, первое сущности существования. Нет, первое развлечение, первое определение – это было отделение бытия от небытия. Вот тут, по-моему, если по-гречески говорить, там, про мионит говорить, там никак, мегуон. И укон, да. Это не ничто. Он говорил, что небытия нет все-таки, а не ничто. И первое определение было – это определение бытия как раз. Бытие определено, потому что оно есть. Нет, оказалось бы, сущие есть, а несущие нет, не так? Сущие есть, а не ничто нет. Нет, ну, у них вот укон и меон. Нет, меон, на самом деле, в том месте, где бытия есть, небытия нет, там не меон. Там, там, я просто точно забыл, как это было. Ну, ничто. Там, по-моему, меден. Меден – это просто ничто. Ну, то есть несущие? Они просто ненесущие, просто меден. Ну, ничто. Ну, ничто – это несущие, да. Видимо, да, несущие. Ну, разумнее начинать разговоры о бытии, с небытии. У Пальменида меона вообще нет такого понятия «меона». У него только о небытии, в смысле, в этом разговоре. О существовании, они его не знали. Вот они действительно говорили о том, что сущие есть, а несущего, то есть ничто, нет. Да, не греки говорили, а говорил про Менит. Я, на самом деле, за греков не включаюсь. Потому что у Платона есть разговор, что мы, в Софисте, есть разговор, что мы, это, как бы, вынуждены водить где-то небытие. То есть, он идею небытия вводит, что, как бы, уже он, значит, не променит. Небытия – ничто, все-таки. У него, раз, не меона, есть у кого. Ну, он, да, может сказать, что в разговоре мы употребляем. То есть, мы можем говорить о несуществовании, понимаешь? То есть, может быть, его и нет, да, но мы можем, как бы, это высказать. Нет, его, безусловно, нет. Но мы это можем высказать. Понимаешь, мы можем сказать, что стула нет, понимаешь? Мы можем сказать, что стула нет. Хотя, на самом деле, все, что есть, есть, а то, чего нет, нет. Да, но мы говорим, что стула нет. Как будто бы... Мы совсем нет. Нет, когда по МИД говорит, мы совсем нет. Мы можем высказывать отсутствие. Мы, если пишем славурую статью, мы не о промените же пишем, а пишем как бы о бытии, ну условно так пишем, да, поэтому я предлагаю все-таки вернуться в начальную полную, как мы все-таки после парабинита различаем мир как целое, да, и существование как таковое, так будем ли мы теперь мир как целое называть бытием, может быть надо просто не называть-то? Да, то есть что мы, какой профит, вот объясните мне, какой профит называть как бы вот этот мир как целое, да, или какое-либо сущее вот бытие, в чем, как бы, что положить в философском плане, только мы это так путаем всякий раз и путаем, путаем, путаем. Не, ну дело в том, что у них мир как целое был конечен, а у нас он не конечен, поэтому нам бессмысленно вводить такую какую-то единицу непонятную. Не, ну забвение бытия это... Поэтому бытие, не, поэтому бытие у нас, на самом деле, как мы сейчас его отработаем, оно все-таки равносильно понятию существовать, и говорить бытие это бытие и существовать, я так понимаю, в современной философии это одно. Не, ну всегда можно, там есть и какую-то градацию, там можно придумать кучу разных как бы там форм существовала, форм бытия. Есть совершенно противоположное современное направление, скажем, радикальный конструктивизм и спекулятивный реализм, которые просто радикально вот в этом отношении противостоят друг другу конструктивизме, радикальном конструктивизме. существование вещей, это есть функция от субъекта, от организма. И говорить о их бытие, то есть невозможно, это вот просто... Это и есть самоорганизм. Что за ним есть, что там, можно это назвать бытие, но оно неопределяемо, нефиксируемо, вообще ничего не рассказать. Но при этом они существуют для этого организма. Пусть это и есть... Это и есть существование организма. Это и есть. То есть это ответ. Это и есть существование. То есть существование мира, это и есть существование субъекта. Да, но при этом существование и субъект здесь не смешиваются. 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 Ну каким образом? То есть одно существует через другое. Нет отдельного существования. То есть, когда существует мир, это и есть существование. Если я говорю, что существует субъект, это и есть существование мира. Да, но при этом существование и субъект, опять же, все равно остаются раздельными, понимаете? Вот я сообщил существование вам, но при этом существование, которое я вам сообщил, и вы различаетесь, понимаете? Даже если вы плотно его воображаетесь. Я это все понимаю. Я мыслю двойку, цифру два мыслю. И существование, как бы вот это вот существование математическое. Я задаю тогда хорошо конкретный вопрос, который должен, наверное, сам в начале. А что мы получим от решения этого проблемы? Какую проблему мы решим и какой профит должны мы получить? Вот мы решаем проблемы, у нас есть философские проблемы, которые мы знаем. Если мы решим, скажем, трудную проблему со знамени, еще какие-то, то мы, значит, продвинемся. Но мне кажется, проблема бытия и ответ, он не существует ни до, ни после. Это просто вот такая медитация какая-то, которую нельзя включить в никакое решение. То, что вы задумываете со сознанием и прочее, то, что вы хотите продвинуться в философии, это уже симптом. Нет, нет, просто есть же субъективный способ введения бытия. Быть, значит, быть воспринимаемым, быть, значит, быть для некоторого сознания. Можно субъективно вводить понятие существования. Просто от того, как мы его вводим, и само существование, оно все равно, как бы мы его вводим. А мы его все равно различаем и отличаем от стоимости. То есть, как бы мы его ни вводили субъективным способом, или как бы его антично-субъективным способом, все равно сам смысл остается... Сам смысл остается, но он остается бессмысленным. Нет, теперь про бессмысленность. Про бессмысленность. что вся философия занимается бытием. Ей вообще бы не было бы, если бы этим не занимались. Более того, все науки на самом деле выросли из философии. Хорошо. Тогда мы возвращаемся к началу, который нам дал Игорь. И если в науке, в частной науке, не задается вопросом о существовании предмета, конкретного предмета, конкретной молекулы, то также философия не должна заниматься вопросом о своем предмете в целом. Если мы констатируем, что бытие это предмет философии, она также не должна заниматься, как и частная наука. Не должна заниматься существованием философии. Если философия хочет быть наукой, то безусловно это не хочет. Нет, но как бы эмпирическая реальность нам показывает, что есть весьма ненулевое количество людей, которые называются философы, которые носят соответствующие титулы философии, которые занимаются некоторым действием, которое они называют философией. И они этот вопрос действительно не ставят. Они действуют совершенно как ученые. Вы поймите, в этом нет ничего дурного. В этом нет ничего дурного. Просто я бы считал, что для чистоты употребления слов это не следует называть философией. Это прекрасная наука, то, что они делают. И дай бог им всем здоровья и успехов. Но просто это не философия. И все. Это не означает, что это что-то плохое. Или что-то, наоборот, хорошее. Давайте дадим определение тавтологичное, но очень-очень точное. Бытие – это мышление бытия. Потому что оно нам задает сам вопрос, когда вы скажете, мы мыслим. Вот мы мыслим, мыслим. Александр, сразу возражение, Александр. Действительно, у Гегеля бытие – это мысль. Это некого рода мысль. Мысль. Бытие мысли – это, конечно, одно. Но нельзя сказать, что бытие – это измышление бытия. Для нас. Так вот, неинтересно нам, как для нас. Нам хочется, как для нас. Как на самом деле. Подождите, Александр. Так дело в том, что есть другая версия, как у Кады. Бытие – это не какое-то переживание. Это не мысль. Нет, нет. В данном случае, я скажу, некая наша интенсивность – как философа. Мы ставим перед собой эту проблему. И вот эта сама постановка проблемы – это и есть решение этой проблемы. Никакой другой… То есть, от позитивного ответа этой решения проблемы нет. По ответам является сама постановка этой проблемы. Сам вопрос является… Нет, вы просто… Тут в чем проблема? Философия, как я понимаю, это роскошь. Она не стремится к тому, чтобы получить, как вы говорите, профит. Никакого профита не надо. Нет, на самом деле так. И более того, я говорю, она от философии постоянно разбрасывается тем, что все предметы, которые считались философскими – физика, математика и прочее – все теперь считаются уже не философскими предметами. Хотя на самом деле они произросли из одного корня. Также и дальше, рассуждая о бытии, философия непонятно, что еще породит. Сам факт постоянной работы над этими постановками вопросов – она сама рождает что-то. Она рождает новые понятия, она рождает новые проблемы, новые направления в философии. Но ноль в решении этого основного вопроса. Потому что это и невозможно. Само решение этого вопроса порождает кучу. Но это, знаете, как луковица, с нее снимают слои. А в середине ничего нет. Но это бесконечный процесс. И вот все эти слои – это как бы и есть результат позитивный. Я говорю, это и есть результат. Но если сказать, не будем дальше раздевать луковицу, будем заниматься вот этими ошлюточками, которые уже здесь валяются. Я говорю, что этим и нужно заниматься. И вот это занятие – и есть ответ. Это занятие – есть решение проблем. Сама проблема – решение проблемы. А то, что… Просто есть проблема, которая, допустим, от того, что проблема, это у Гартмана, что было, от того, что проблема, допустим, нерешаема, она может по-разному быть нерешаема. Может быть бесконечно, как бы она не решает. Нужно решать. Но при этом, как бы, на поделешении, скажем, даже в саниминологии, вот, Влад считает, что она не решает вопросы бытия. Я считаю, что она негативным образом решает. Потому что она, как бы, отказывается говорить о бытии вот этих вот феноменологических объектов, да, феноменальных объектов. Но тем самым, как бы, да, она говорит все то, что, как бы, к этому не относится, к бытию. Понимаете, что все равно выбирает, вот, как бы, выгребает все то, о чем можно дальше, допустим, забыть, если мы хотим говорить про бытие. Да, диктор. Ну, как, я просто хотел подчеркнуть вот не одно обстоятельство. Смотрите, мы чуть-чуть покрутились вокруг рождения, собственно говоря, понятия бытия, вокруг парменида. И то, что здесь была такая бурная дискуссия, мы так сильно не сходились, да, это совершенно неизбежно. Это то, почему, я считаю, что написание словаря по философии невозможно. Если мы под словарем понимаем некоторое консенсусное описание понятий. Только словаря. Вот, да. Возможно, как бы, поступать другим способом. То есть, либо ты назначаешь каждой статье своего автора, и он в меру своего разумения пишет о том, что такое бытие, представляет свою концепцию. Вот. Либо ты просто излагаешь то, против чего так яростно взвился Антон. Что, сказать, было так, было сяк, а еще кто-то различал в бытии такие-то формы. И все это, так сказать, непонятная песня Чукчи о том, что вокруг тебя происходит, а к чему все это, совершенно непонятно. К сожалению, это судьба вот такого жанра написания философского словаря. Но просто другого нет. Понимаешь? Потому что тут дилемма простая. Либо ты пишешь авторский, но тогда это не словарь. Тогда это просто твой текст. Это твоя философия. Либо ты пишешь вот эту песню Чукчи, которая непонятно зачем. Не, ну мы же зачем словарь мы занялись? Мы занялись для того, чтобы попытаться согласовать наши термины. Мы как бы сейчас постоянно сталкиваемся с проблемой, что мы говорим как бы вроде одни и те же слова, понимаем это. Но согласовать не удастся в том смысле, что мы отчасти согласились все слова, употребляем только в одном значении. Но удастся понять, что другое имеет. Так это, но если феномены стоят одни и те же перед нами, понимаешь? А если как бы вот в одну концепцию, просто вот эти феномены, на которые ты указываешь, допустим, их там нет. Они там не умещаются в тот мир, понимаешь? А те, которые есть там, у тебя как бы не возникают. Нет, проблем много, я согласен. Это все проблемы у меня, и Игорь хорошо осветил, и Александр на них обратил внимание. Но другого способа заниматься философией, да, и как бы что-то попытаться там как бы там понимать, кроме как попытки вот таких вот обсуждений термина, по-моему, не существует. Ну почему, и что, есть имманентное движение. Вот ты взял, как бы развиваешь свою философию. Ну понятно, в одиночестве. Ну почему, вы излагая кому-то там, не обязательно. Ну излагая... Ну вот вопрос продуктивности, столкновение таких как бы далеких концепций, да, вот что они там породят, понимаешь? А может быть они тебе что-то дадут? А вот скорее всего нет. Нет, смотрите, вот еще тогда два мелких замечания. Концовка нашего разговора, вот когда Александр начал говорить про то, что вот эти вот луковицу, которую раздеваешь, раздеваешь, и надо ее раздевать, хотя в общем продуктивного результата не будет. Надо отчетливо отдавать себе понимание, что это речь не про ктии, это речь про некоторые особенности философии в целом. Это речь о судьбе философии. Действительно, это некоторое такое вот бесконечное занятие, которое можно попытаться, конечно, объяснить, почему оно настолько важно и продуктивно для культуры в целом. То есть штука в чем, да? Философия выглядит как будто работает на холостом ходу. Потому что ставят одни и те же вопросы, результатов, которые бы позволили двинуться дальше, а не ставить те же самые вопросы, не производят. Но вот эта вот на холостом ходу, казалось бы, работающая машина, почему-то каким-то образом страшно важна для всего окружающего. Для наук, для искусства, для культуры в целом. Почему это важна? Можно попробовать подумать о том, как и почему это происходит. Почему это крайне вот это пустое, казалось бы, занятие, так продуктивно для всего окружающего. Но это совсем отдельный разговор, да? Единственное, что вот совсем последнее, что бы я хотел сказать, по поводу того, для чего затевался словарь и настолько ли это безысходно. Мне кажется, это та же самая проблема, которая стоит между соотношением философии и истории философии. То есть, каким образом ты в качестве человека, задумывающегося о бытии или о каком-то другом прекрасном философском предмете, ставишь вопрос как будто в первый раз и пытаешься его решить, как будто не было у тебя предшественников. Но на самом деле же у тебя, и ты это ясно понимаешь, у тебя есть контекст, у тебя есть предшествующая традиция, а то и предшествующие традиции. И более того, тебя окружают другие традиции. И то, каким образом ты будешь с этим соотноситься, это вопрос принципиально важный. И тут есть, мне известно, ну по меньшей мере два сильно разных пути, как это соотношение проводить. Но это вот совсем другой разговор, и мне кажется, что это можно было бы отдельно тоже обсудить. Спасибо. 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 Спасибо.